Всем привет! В этом видео я хотела бы рассказать вам о пяти моих самых любимых породах собак, которые я бы с удовольствием завела бы сама. Во многом он соприкасается с какими-то моими мечтами, моими мыслями на эту тему. Ни в коем случае не рекомендую эти породы собак в качестве первой собаки, за исключением, может быть, парочки. Это чисто мое личное мнение, именно мои предпочтения, мои вкусы. А в комментариях обязательно напишите, ну, хотя бы минимум 3-5 пород собак, от которых вы без ума и которые вы тоже бы с удовольствием завели. Мне будет очень интересно почитать. И первая порода собак, которую я бы с удовольствием рекомендовала бы даже новичку, даже человеку, который не держал ранее собак, это немецкий боксер. Когда я выбирала породу собак, которую я хочу завести, у меня стоял выбор из двух собак. Это белая швейцарская овчарка и это немецкий боксер. И мои требования, на самом деле, к ним были абсолютно одинаковые. У меня своего рода был такой топ-лист из нескольких пунктов. И собака должна была идеально подходить по этим пунктам. И, к сожалению, боксер в одном пункте проиграл. Очень важный, что, конечно, на самом деле очень плохо, потому что порода реально прекрасная. Когда я вижу на улице боксеров, у меня просто улыбка души, потому что невозможно видеть эту собаку и не улыбаться. Настолько дружелюбные, приветливые такие собаки, позитивные, что просто смотреть реально без улыбки невозможно. Немецкий боксер это вообще собака-компаньон. Это собака лучший верный друг. Даже если вы зайдете и почитаете отзывы владельцев, то вы практически не найдете ни одного негативного отзыва, в отличие даже от той же немецкой овчарки. Немецкий боксер это порода собак, которая отличается своей универсальностью. Она, наверное, умеет абсолютно все. Как охранять, как ни странно, да, как так и играть, так и любить, отлично лазить с детьми и вызывать улыбку просто у всех членов семьи. Кстати, она достаточно неприхотлива в уходе, но почему мой выбор все-таки упал на белую швейцарскую овчарку? Потому что боксеры, ввиду ли безответственности заботчиков, к сожалению, боксер не отличается хорошим здоровьем и долгой приложительностью жизни. И это было очень для меня важно, потому что в 6-7 лет боксер уже считается как бы пожилым человеком по-нашему. Но с немецким боксером мне связывает очень такая теплая дружба, я бы сказала, потому что когда я еще жила в Москве, у нас в доме жил немецкий боксер, просто чудесный пёс, в нашем городе здесь гуляют два немецких боксера, когда я бегаю, они постоянно ко мне подбегают, нюхают меня, это просто чудесные собаки. Порода собак, которая совершенно не похожа на первую, это южно-африканский бурбуль. Это та порода собака, которой я, наверное, буду всегда мечтать. Есть такие мечты, которые, ну скажем так, не то чтобы редко сбываются, они практически нереальны и неосязаемы. Это из разряда мира во всем мире, я не знаю, или жить на берегу моря, что-то такое. Потому что южно-африканский бурбуль, безусловно, собака серьезная. Эта собака требует большого внимания, большой ответственности. И ни в коем случае заводить ее новичкам или людям совершенно незнакомой с породой я бы никогда не рекомендовала. Даже я сейчас, например, я не готова к приобретению этой собаки, ну хотя бы по той причине, что я живу в городе, что я живу в съемной квартире, что мне просто не хватит бюджета, чтобы прокормить это животное, которое весит, ну, около 60 килограмм тоже может достигать. Но почему я так тепло к ней отношусь, друзья? Опять-таки, меня святуют очень теплые воспоминания с этой породой. Когда Линда была еще маленькая, напротив нашего дома жила девушка с вот этим самым южно-африканским бурбулем. Они были с Линдой примерно одного возраста. И, друзья, вот Линде уже три года, да, и мы практически каждый день встречаемся с разными собаками, с разными породами, хозяевами. Но за все это время я ни разу не видела настолько тесной дружбы, такой любви, взаимопонимания и адекватности между вот этими двумя существами, между хозяйкой и ее псом. Это был один из самых просто воспитанных, вежливых, адекватных собак, что я встречала просто за свою жизнь. Это чудесная порода собак, но которая требует колоссального внимания. Потому что когда хозяйка выходила на прогулку, даже на 15-минутную, ее все внимание было на собаке. То есть это настолько концентрация внимания, друзья, она просто не упускала его из виду ни на секунду. И мы с ними очень часто гуляли, и на аэродром ходили. Меня просто поражало вот это их взаимоотношение, взаимопонимание друг с другом. Я очень многое почерпнула у них. Это мне во многом очень помогло. И собака действительно, ну скажем так, это не собака, это действительно человек, это член семьи, интересы которого стоит учитывать. Но опять-таки собака серьезная. Это собака, которая охраняет. Это собака, которая отдаст жизнь за своего хозяина, если того потребует обстоятельства. Это действительно член семьи. У меня других слов нет. Наверное, ни одну собаку, за исключением, может быть, немецкой овчарки, и то, если подойти к ее воспитанию очень серьезно, которую я могла бы назвать действительно как человек. И для меня это некая такая собака, таким ореолом, с нимбом возле головы. Но я понимаю, что это действительно большая ответственность, которой я в данный момент не готова, как бы я ни хотела. Но эта мечта остается мечтой. Мне очень нравится эта порода собак. Это действительно... У нее действительно есть и качество, которое не встретишь у многих даже людей. Следующая порода собак, которую я бы с удовольствием завела, и которую, в принципе, я могу позволить себе по многим параметрам, я могла бы рекомендовать ее даже новичкам, это австралийская овчарка, или по-другому, ауси. Если вот сказать коротко об этой породе, то это уменьшенная версия белой швейцарской овчарки, только чуть более похитрее, поизворотливой и поменьше ростом. Это очень симпатичные собаки, ну вот на мой личный взгляд, я считаю их очень красивыми, их вот эти вот глаза разных цветов. Конечно же, как большой минус, это очень длинная шерсть, которая у них часто спутывается, ее нужно расчесывать, их нужно мыть как минимум раз в две недели. Какая собака друг, собака компаньон, собака спортсмен в первую очередь, и это... Так, Линда пошла пить воду, не обращайте внимания на звуки. Это та собака, которая не даст вам заскучать, но это та собака, которой нужны колоссальные физические нагрузки. Конечно же, не такие, как у Бордер Колли, не такие, как у Малинуа, может быть. Она примет, в принципе, вашу лень, если того потребует ситуация. Но это очень активная, очень подвижная собака. И на самом деле, я хотела австралийскую овчарку, действительно хотела, но поняла сейчас, что я не потяну такую нагрузку. Мне хватает Линда, если у меня будет еще и австралийская овчарка, то такой бешеный темперамент, наверное, мне не подойдет. Но собаки с хорошим характером, они абсолютно добрые, абсолютно не агрессивные, не охранные собаки, нет, конечно же. Прекрасные собаки для новичков, для детей. Кстати говоря, вот именно эту породу собак я очень рекомендую детям. Поэтому, если ваш ребенок просит собаку, Линду в зеркало смотрим, где? Че? Че такое? Где Линда? Линда в зеркале! Где твой мячик? Перенеси свой мячик. Ай, фу, шерсть линяет, Линда, просто капец. Но, как минусов, длинная шерсть. Если вы будете брать австралийскую овчарку, обязательно берите у хороших заводчиков, хорошим питомнике, смотрите результаты анализов, обязательно все тесты, потому что у них могут быть проблемы со зрением, даже слепота, и какие-то врожденные заболевания у них могут быть. Поэтому обязательно обратите на это внимание, не берите на каких-нибудь птичьих рынках и каких-то случайных вязок, не нужно. И у нас осталось две породы собак, и первая порода собак, как ни странно, это питбультерьер. Что это, что, друзья, там просто не дает снимать. Питбультерьер. На самом деле, если бы мне сказали, Света, ты будешь хотеть завести питбультерьер, а ты будешь от них без ума, не знаю, года два, да даже год назад, я бы не поверила, потому что, в принципе, я к собакам и тем отношусь достаточно ровно. У меня нет к ним страха, ничего такого предвзятого абсолютно. Хотя я думала, что эта собака не для меня. Но я поменяла свое мнение, когда у нас в городе какой-то произошел бум на эту породу. И так же нам удалось пообщаться с этими чудесными собаками. Это настолько тоже добрые и преданные существа. Вы знаете, чем-то даже они похожи по своему характеру на боксеров. Но, конечно же, однозначно, я бы никогда не стала рекомендовать эту собаку, даже не то чтобы новичкам и людям, которые хотят охранную собаку, защитную собаку, и будут провоцировать питбультерьера, в принципе, на то, что в нем уже имеется. То есть, нет, ни в коем случае. Питбультерьер – это собака-компаньон. Опять-таки, это собака-друг. Это та собака, которая всегда будет с вами рядом. Это ненормально разжигать огонь. Но мне очень понравились они как внешне. То есть, у них вообще очень такая гладкая, приятная шерсть. В принципе, неприхотливый в еде. Очень симпатичный. Небольшого размера, как ни странно. Я вот думала, что питбули не очень здоровые. Но нет. Они, наверное, раза... Ну, как в половину моей линды. В два раза меньше моей линды. И, наверное, я бы попробовала завести эту собаку. И в отличие от Бурбуля, да, в отличие от боксера, эту собаку я бы, наверное, тоже, как и Ауси, могла бы потянуть на своем бюджете. Как-то так. Ну, и на своем большом желании. И последняя порода собака, о которой я хочу поговорить, это достаточно необычная порода для, вообще, наверное, России. Да и не только для России. Это французская овчарка или бассирон. Очень красивая порода собак. Безусловно, красивая. Я, когда впервые увидела эту собаку в каком-то видео, по-моему, на Ютубе, какая-то женщина рассказывала о ее питомнике. Она меня просто покорила. Во-первых, это ее внешний вид. Да, он, безусловно, внушительный. Это крупные собаки, большие собаки с огромными такими здоровенными лапами. Но, несмотря на это, несмотря на их какой-то угрожающий, может быть, окрас, это совершенно добродушные существа, опять-таки, да. Но с ярко выраженным охранным защитным инстинктом. Можно водить на защитно-караульную службу. И с ними можно заниматься любыми видами спорта. То есть, это абсолютно универсальная собака, которая, кстати говоря, очень ценится во Франции, даже больше, чем немецкие овчарки. То есть, они как-то похожи. Представьте себе лохматого добермана. Вот это бассирон. На форуме общались люди, которые держали немецких овчарок, доберманов и, собственно, бассиронов. И те, кто держал доберманов, потом заводил как вторую собаку бассиронов, говорили, что это чудесная, понимающая собака, что с ней так легко, так здорово, абсолютно не проявляет никакой, знаете, ярко выраженной агрессии, ну, после доберманов, да. А те, кто заводил бассирона после немецкой овчарки, как вторую собаку, говорили, что, ну да, так, конечно, тяжеловато с ней, с первого раза не схватывает, но, в принципе, нормально, мы справляемся. То есть, вот, как бы, все познается в сравнении. То есть, это не такая собака прям супер-мега понятливая, как немецкая овчарка, но у нее не такой прям бешеный темперамент, какая-то, ну, знаете, тут внутренняя агрессия у собаки есть, не такая, не на таком уровне, как у доберманов. Как и южноафриканского Бурбуле, наверное, в доме я эту собаку, тем более в съемной квартире, я бы не стала заводить, по причине того, что она, ну, крупноватая, да, она действительно крупная, она лохматая. И, вот, не знаю, насколько вот говорили мне заводчики, насколько мне говорили знающие люди, что собака не пахнет, то есть, от нее не пахнет псиной. Но также я читала отзывы от каких-то противоположниц, что собака дико воняет псиной. Вот не знаю, как, ну, в отличие, например, от тех же Хаски, которых в принципе не пахнут, от тех же Башу, от которых тоже, в принципе, не пахнет, только если они мокрые. Не знаю, не нюхала, но, конечно, не хотелось бы, чтобы собака попахивала. Но, с другой стороны, с другой стороны, собаки есть собаки. Если это хороший друг, мне кажется, где бы он не вымазался, где бы он не извалялся, вы все равно будете его любить. Подводя итог, как вы видите, да, вот из этого топа 5 породов собак, который я бы с удовольствием завела вот здесь и сейчас, ну, наверное, это был бы питбультерьер. И, ну, австралийская овчарка, да, но вот шерсть меня все-таки смущает, потому что мы сейчас слиняем, и это просто жесть, друзья. У меня просто весь ковер в шерсти, и никакой пылесос, никакое вычесывание не спасает. Поэтому, наверное, питбультерьер. Конечно, южно-африканский бурбуль так и остается моей мечтой. Я более чем уверена, что я обязательно заведу эту породу. Рано или поздно это случится, когда небеса будут ко мне склонны, когда Марс сойдется с Луной, или что-то в этом духе. Но я уверена, что моя мечта обязательно сбудется. Обязательно оставляйте свои запросы на следующие видео, и увидимся уже совсем-совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok